Несколько метров разделяют 20 век и 21. Такие контрасты напоминают о том, что еще неделю назад юные жители Повалихи учились в здании 1963 года постройки. Сегодня свои двери для них распахнула долгожданная новая школа. Здание очень большое. Ребята у нас, конечно, сельские. Они избалованы такими объемами, площадями. Им сложно ориентироваться. Они сейчас теряются. У меня даже педагоги некоторые теряются в этом здании. Мест действительно хватит всем. В новой школе дети смогут учиться в одну смену. А еще руководство школы больше не будут дергать контролирующие органы, ведь старое здание не соответствовало санитарным нормам. Так, под обеденный зал там пришлось отдать один кабинет истории. Здесь же, помимо современной столовой, спортивного и актова залов, есть даже зоны для арт-терапии. Если сравнивать с новой школой, то ремонт был совсем плохой. Его делали каждый раз. Каждый раз что-то пытались улучшить. Но мало что получалось. Всего на строительство школы было направлено более полумиллиарда рублей из краевого бюджета. Стройка шла не так гладко, как хотелось бы. Объект должны были сдать еще в 2022 году. Однако из-за сложной экономической ситуации сроки пришлось перенести. В какой-то момент, признается директор школы, пришлось переделывать проект практически с нуля. Мы долго и, в общем-то, трудно шли к сегодняшнему дню. Но, наверное, разбор всех обстоятельств и ситуаций, которые складывались по ходу строительства, мы оставим на потом. Сегодня надо говорить о чем-то более высоком и важном. Кстати, по словам местных властей, в последний раз в Первомайском районе открывали школу еще в 2002 году. То есть, больше 20 лет назад. Я думаю, что в такой школе уже ребятишки по-другому посмотрят на профессию учитель. Если мы работаем в таких комфортных, хороших условиях, я думаю, что они выберут профессию педагога и вернутся к нам в школу. Добавим, что сегодня в крае запланирован капремонт 14 школ, а еще три школы, помимо Павалихинской, необходимо достроить и сдать в этом году. Так уже совсем скоро будет открыта новая школа в соседнем селе Боровиха. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.